Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сети этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня мы подводим итоги уже двух заседаний регуляторов Европейского Центрального Банка и Федрезерва. Сейчас, если оглядываться назад, точно можем сказать, что мы блестяще провели последние торговые недели, спрогнозировав снижение курса американского доллара и соответствующую поддержку, которую в связи с этим могут получить рисковые инструменты. Нужно было просто подождать, когда рынок все расставит на свои места. И сам факт тех решений, которые мы услышали от ЕЦБ и Федрезерва, создали условия, при которых мы сейчас должны иметь определенный вектор мышления и понимать, почему путь наименьшего сопротивления для рисковых инструментов сейчас предполагает движение вверх. И, соответственно, путь наименьшего сопротивления для американской валюты – это дальнейшее снижение. Сегодня на повестке экономического календаря. Во-первых, можно сказать, что рынок будет еще резонировать от событий прошлых торговых сессий. И я думаю, что и в рамках текущей торговой сессии волатильность останется повышенной. Поэтому расслабляться еще рано, друзья. Контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов, не перегибайтесь с плечами. Из экономических событий в 9.00 по GMT выйдут данные по инфляции в еврозоне. Я не думаю, что будут какие-то серьезные отклонения от прежних оценок. Мы ждем показатели инфляции в еврозоне на отметке 6,1%. Если сравнивать с целевым ориентиром на уровне 2%, да, инфляция больше, чем в 3 раза превосходит целевой ориентир. И нет вообще никаких претензий к Европейскому центральному банку, который решил агрессивно бороться с высокой инфляцией, ужесточая монетарную политику и повышая ключевую процентную ставку. Сегодня также рекомендую посмотреть на отчет Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами. Очень интересно проанализировать, как интенсивно институциональные инвесторы набирали позицию по золоту. Две недели назад у нас был новый локальный максимум. Общее количество спекулятивных контрактов составило 175 тысяч и 6. Соответственно, если предположить, что могло произойти в плане настроения на этой неделе, я думаю, что интерес к золоту, особенно после вчерашнего восходящего движения, значительно вырос. Поэтому общее спекулятивное количество лонгов должно также скакнуть вверх. И может быть, друзья, в понедельник, когда мы вернемся к этому релизу, уже CFTC, когда будем говорить о тех цифрах, которые будут опубликованы, у меня появится возможность сконстатировать значение этих спекулятивных контрактов в районе 200 тысяч. Забегая чуть-чуть вперед, я хочу отметить, я решился на длинную позицию, открыл на покупку по золоту, потому что сейчас, ну прям, пазл полностью сложился. И слабость доллара, и снижение доходности американских облигаций, и рыночный сантимент, на который мы постоянно обращаем внимание, сейчас просто зашкаливает. Больше 70% трейдеров сейчас залезло в продажи, поэтому здесь тоже путь наименьшего сопротивления. Это дальнейший рост всего рынка драгоценных металлов, в частности по золоту. Я всерьез ориентируюсь на психологическую планку 2000 долларов за тройскому. Эта цель может быть сделана в ближайшей торговой сессии. Индекс американской валюты 101.80. Мы все ближе к нашей заветной цели, теста поддержки 100 пунктов. Как мы помним, американский регулятор сохранил ставку на прежнем уровне, решил дать себе время, чтобы проанализировать результаты и эффект ранее принятых решений. Требуется больше времени, чтобы оценить макроэкономический фонд, посмотреть в принципе, что происходит с экономикой. Это все ввяжется с адаптивностью американского регулятора. Но поскольку ФРС ясно дал понять, что макроэкономические данные имеют сейчас очень большое значение, так давайте, друзья, анализировать макроэкономические данные. Вчерашний блок релизов, первичные заявки на пособие по безработице, снова рост. Ну, точнее, если сравнивать с показателем двухнедельной давности, цифра такая же. Но тогда был экстремальный показатель увеличения числа первичных обращений до 262 тысяч. Сейчас вчерашние данные те же самые цифры. То есть, делаем вывод, что раньше был реальный показатель, а не какое-то статистическое отклонение. То есть, американский рынок труда охлаждается. И без сильного рынка труда Федрезерв не сможет дальше вырастить установку на повышение процентных ставок. Ройничные продажи. Здесь рост небольшой, он в 0,3%, но в два раза ниже, чем было два месяца назад. Промышленное производство, следом за провалом индекса АСМ производственного сектора, просело на 0,2%. Следом полетели вниз доходности американских облигаций, потянули за собой доллары. И, соответственно, те уровни, которые я назвал, мы их видим прямо сейчас. Обращаю ваше внимание на комментарии Goldman Sachs, который эксперт, аналитики этого инвестиционного банка, уверены, что американский регулятор, уже взяв паузу, фактически проложил дорогу до скорого объявления о полном завершении текущего цикла ужесточения национальной монетарной политики. И произойти это можно, друзья. Этим летом, в августе, на симпозиуме в Джексон-Холле, обычно на этом форуме объявляется, сообщается о каких-то знаковых, важных вехах в развитии такой макроэкономической индустрии регуляторов. И я допускаю, действительно, что какой-то комментарий может быть от Павла в этот момент времени, когда мы окончательно поймем, что доллар теперь будет только лишь ослабеть. Европейская валюта 1.0940 текущей котировки. Первая наша цель сделана 1.09, я вас с этим поздравляю. Наша долгосрочная цель 1.10, но вчера мы 49 пунктов до нее не дотянули. Я думаю, что сегодня можем легко добить, ну или в ближайшей торговой сессии точно. ИЦБ ставку повысил, причем по ожиданиям сейчас точно рынок уверен, что ставка будет расти дальше и в июле, и в сентябре. И фактически на пресс-конференции глава ИЦБ Лагард подтвердила, что не нужно сомневаться в решительности Европейского центрального банка. То есть, если ФРС избежал этих фраз и формулировок относительно конкретности будущих действий, то ИЦБ прям заявил, что ставки будут расти и потенциальные ставки могут приблизиться к 5%. Евро, как уже отмечалось, имеет все условия и основания сейчас быть тем инструментом, которым хочется торговать на контрасте этих монетарных политик, поэтому хочется покупать. Фунт, друзья, 1.2773. Фактически вчера 9 пунктов мы не дотянули до нашей долгосрочной цели 1.28. Прекрасная сделка по фунту вышла за последние недели. Прям кучу эпитетов можно подобрать. Мы выкупали на гораздо более низких уровнях британскую валюту в расчете на то, что фунт покажет это ралли на ожиданиях ужесточения национальной монетарной политики. Ждем заседания Банка Англии. Это прям финальный аккорд в развитии обычной динамики. Заседание Банка Англии в следующий четверг. Ставку повысит потенциально на 50 байсных пунктов. Я уверен, что ставка будет дальше расти и в августе, и в сентябре. И легко может достичь 6%. Также на следующей неделе выйдет еще отчет по инфляции. В Англии интересно будет проанализировать цифры. Учитывая, что Англия сейчас занимает первое место среди всех развитых стран по предельности значения этой инфляции. 87% это очень много. Золото цели 2000 долларов за троискунцию, как уже отметил. И рынок нефти тоже выкупают 75-50 долларов за баррель. Я думаю, что попутным ветром все-таки стал для этого рынка не только факт снижения курса доллара, но еще и прогноз Международного энергетического агентства о том, что спрос на нефть вырастет почти на 2,5 миллиона баррелей до 102,25 миллионов. Это существенно выше того предложения, которое есть на рынке сейчас. Поэтому много раз я уже использовал слово дефицит. Оно актуально сейчас по-прежнему. Покупаем нефть целями 80 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok